На ячмине представлены три схемы защиты. Первая это контроль. Здесь не было ни рост регуляции, ни фунгицида. Вот весь этот вариант, за табличкой, это контрольный вариант. То есть здесь только гербициды и протравители. Мы видим, ячмень уже здесь начинает ложиться. Налив, по сути, только начался, ячмень уже лежит. То есть потери при уборке здесь будут очень большие. Ну и вы знаете, когда ячмень лежит, то и заболевания более сильно прогрессируют. То есть развитие заболеваний намного быстрее происходит. И переходим ко второму варианту. Здесь мы использовали однократно Авиатор Экспро 0,8 литра на гектар. И использовали однократно Циррон 0,75 литра на гектар по флаговому листу ячменя. Обратите внимание на высоту растений. То есть Циррон уже работает как рост регулятор. Но, видите, даже одного внесения в этом году недостаточно. То есть он уже начинает ложиться местами. То есть в эту фазу по флаговому листу мы контролируем именно последний отрезок стебля. То есть вы видите, он короткий. Это важно почему? Потому что когда ячмень созревает, он потом клюет. И вот эта вот часть, последний отрезок стебля, он самый уязвимый. И тогда исходит излом и потери при уборке урожая. Вот я вырвал на контроль растения. И здесь, где был Циррон. Вот корневая система внизу. Можете посмотреть на разницу в высоте. Высота последний. Для меня выращивая по интенсивной технологии с осадками и с удобрениями, однозначно есть смысл применения рост регулятора Циррон. Однозначно. Мы на агроаренах это неоднократно повторяли. И на данном варианте применена уже двукратная обработка авиатором. То есть классическая схема. 0,4 литра мы внесли по концу кущения чменя. И 0,4 литра внесли уже по выходу остей. И с Цирроном сработали по выходу остей. То есть нам было интересно показать позднее внесение Циррона. То есть насколько максимально поздно можно вносить. Если вы не успели внести по флаговому листу и внесли по выходу остей, не переживайте, Циррон работает, высота снижена и на колос это никак не влияет. То есть по выходу остей также можно работать и фунгицидом, и Цирроном. А что лица подпалила на это? Кончики. Кончики. Подсыхают. В неделю уже 30 градусов температура. Это сегодня нам повезло, что у нас солнца нет. И на последнем варианте мы применили Циррон два раза. Первый раз сработали по второму междоузлию, и второй раз сработали уже по флаговому листу ячменя. И здесь вы видите, ячмень стоит. Он тут не лег вообще. То есть здесь потери на уборке будут минимальными. Ну и соответственно период дозревания и заболеваний будет меньше, проветриваний лучше и так далее. Мы не знаем, какие условия будут в ближайший месяц, поэтому как бы уже гарантировано, что здесь потерь будет меньше. Поэтому если вы работаете по интенсивной технологии, на высокую урожайность нацелены, то двукратное применение Циррона это как раз для вас. И переходим к системам защиты Азимой Пшеницкой.